С 1 июля украинцы начали сдавать экзамены на право управления транспортным средством по новым билетам, которые, в отличие от старой генерации, актуализированы под современные реалии вождения. Теоретическая часть по-прежнему состоит из 20 вопросов. При этом билеты разделены по категориям, так что при сдаче экзамена для управления легковым автомобилем не нужно отвечать на вопросы, связанные с грузовиками. Также в билетах повысилось внимание к вопросам знания водителями своих прав и правильную перевозку детей, но не обошлось и без конфузов. К сожалению, наши чиновники до сих пор не смогли определиться с правилом проезда перекрестков с круговым движением, поэтому как правильно отвечать на вопросы, связанные с круговым движением, пока неизвестно. В любом случае, каждый желающий сможет перейти по ссылке в описании к видео и попробовать свои силы с новыми билетами. Список мировых автопроизводителей, которые начали переход на производство электрических автомобилей, пополнила компания Subaru. И уже в 2018 году мы увидим первый гибридный Subaru. А полностью электрические модели должны появиться не раньше 2021 года. По предварительным данным, в Subaru решили пойти по самому простому пути и оснастить электротягой существующие модели. Президент компании поясняет, что в скором времени во многих странах автомобили с ДВС окажутся под запретом. И те автопроизводители, которые не будут иметь в модельном ряде электрокары, могут потерять большие рынки сбыта. На сегодняшний день ни один премиальный автомобиль не сходит с конвейера без системы слежения за дорожной ситуацией и разметкой. Основу таких систем составляют специальные камеры, получившие для своего обозначения аббревиатуру ADAS. Недавно стало известно, что один из крупных немецких концернов подписал договор с компанией LG на поставку тех самых камер ADAS. Таким образом, в скором времени покупатели S-класса или 7-й серии будут платить немецкую цену за корейские технологии. В нашей сети в продажу поступила техническая автохимия от немецкого концерна Adolf Wyrd. Компания Wyrd была основана в 1945 году в Германии, а с 1993 года начала свою деятельность в Украине. Помимо нашей страны, концерн Wyrd представлен четырьмя сотнями компаний в 84 странах мира. С приходом летнего сезона ассортимент сети магазинов базы автозвука пополнился качественной, удобной и недорогой туристической мебелью. Среди большого разнообразия моделей каждый желающий сможет найти то, что ему по душе. От небольших табуретов и шезлонгов для принятия солнечных ванн до удобных кресел, которые подарят комфорт на длительных карповых сессиях.